В округе провели первый турнир по мини-футболу между сотрудниками администрации и силовых структур, посвященной 400-летию Люберец. За звание чемпионов сразились работники прокуратуры, судебные приставы, полицейские, спасатели, сотрудники ФСБ и МЧС, дружинники и представители Люберецкой администрации. Тему продолжит наш корреспондент. Турнир проходил по упрощенным правилам игры в мини-футбол. На поле по пять человек от каждой команды, включая вратаря. Продолжительность матча два тайма по 15 минут. Первыми вышли команда Люберецкой администрации и сотрудники прокуратуры. Я с детства играю в футбол, любительски увлекаюсь, играю еще с малых лет. Я очень рад, что предоставилась такая возможность в юбилейный для округа год, чтобы проводятся такие турниры. Это очень здорово, что можно с коллегами провести такой досуг на выходные дни. Огромное спасибо организаторам за предоставленную возможность. Игроки упорно сражались и весь матч шли на равных. Но в конце второго тайма команда Люберецкой прокуратуры упустила шанс выиграть. Игра завершилась со счетом 6-3 в пользу администрации округа. У нас была только первая игра, поэтому только начало. Мы набираем ход, поэтому все впереди. Сегодня интересный турнир, первая такая встреча у нас с правоохранителем. Поэтому замечательная возможность встретиться не только в кабинетах, на совещаниях, но и на поле показать свои спортивные возможности. Надеюсь, таких встреч будет как можно больше. Мини-турнир длился два дня. По итогам матча и в борьбе за первое место сразились команда УВД Люберецкая и судебных приставов. Матч окончился со счетом 3-3. Судьей была назначена серия пенальти. Отнимайте, отнимайте. В серии пенальти со счетом 2-0 команда УВД вырвала победу у соперника. На втором – судебные приставы. На третьем – команда МЧС. Турнир очень понравился. Он был неплохо, я бы сказал, хорошо организован. Все достойно играли, все команды подготовились. Им за это спасибо, спасибо организаторам. Все очень понравилось, все супер. Игроки хотят сделать такие турниры постоянными. Организаторы обсуждают даты следующих игр. Богдан Колесников, Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.